Добрый день, глубоко уважаемый президиум, коллеги. Хотел поблагодарить организаторов конференции за предоставленную возможность выступить на данном представительном форуме. После выступления двух предыдущих докладчиков в ретебрологов моя задача упрощается, потому что многие вопросы уже были отражены. Я кратко остановлюсь на сути самой проблемы. К сожалению, пациентов с метастазами позвоночники, их очень много. И если говорить о практике спинального хирурга, то пациент с метастазами позвоночники – это его главный пациент. Причин для этого много. Улучшение результатов лечения онкологических пациентов, улучшение продолжительности жизни этой категории пациента, улучшение методов диагностики и так далее. Но возникает очень сложный вопрос. Как же лечить этого пациента? Какой выбрать метод лечения? Что лучше для пациента? Хирургический метод лечения или нехирургические методики? И вот здесь мы сталкиваемся с такой проблемой. А как правильно это делать? Что нужно выбрать в качестве основополагающего метода лечения? К сожалению, до сих пор единого мнения, единой стратегии лечения этой категории пациентов не существует. Мы уже достаточно много слышали о том, насколько актуальна эта проблема. Я хотел бы остановиться на одном аспекте. К сожалению, не только в Республике Беларусь, но и в других странах. С моей точки зрения, самая главная проблема, с которой сталкиваются спинальные хирурги – это неврологический дефицит необратимый, с которым поступают пациенты. Возникает катастрофа. Как лечить этого пациента с нижней параплегией? Надо оперировать? Не надо. И вот тут очень сложно выбрать золотую середину. К сожалению, когда мы говорим о лечении этого пациента, мы всегда говорим, что цель лечения пациента с метастазами в позвоночнике – это качество его жизни. Но при этом, когда мы обращаемся к литературе, везде красной нитью подчеркивается тезис. Основополагающий критерий выбора метода лечения – это ожидаемая продолжительность жизни. Возникает какой-то диссонанс. Говоря о качестве жизни, мы упываем на то, что давайте мы посчитаем, мы определим по шкале очень авторитетных авторов, что он проживет 7 месяцев и на основании этого откажем ему в лечении. Почему? Потому что оно так принято. Если говорить о том, какой метод лечения мы выбираем для конкретного пациента, то, конечно, мнение шефа – это всегда мнение шефа. Это не обсуждается, и во всех клиниках, и во всех странах так было, есть и будет. Почему? Потому что это самый опытный специалист, потому что он разбирается лучше всего, и это нигде не оспаривается. Личный опыт есть у каждого доктора, но насколько он велик, и, как говорят математики, если врач начинает аргументировать какую-то методику лечения, говорить, а вот у меня был случай, то, в принципе, многие вопросы сами отпадают. Это, с точки зрения доказательной медицины, не вариант для выбора метода лечения пациента. Национальные стандарты. В идеале было бы проще, если бы в каждой стране были национальные стандарты по лечению пациентов с метастазами в позвоночнике. Это просто алгоритм метастаза ракомолочной железы, то, о чем говорил Ислан Камародинович, прогноз, тактика лечения и все проще. Но проблема в том, что национальных стандартов во многих странах нет по лечению данной категории пациентов. А проблема в чем заключается? Проблема в том, что опухоли позвоночника – это стык специальностей нейрохирургии, спинальной хирургии, в частности, ортопедии и онкологии. И если мы зададим вопрос, что самое главное в лечении данного пациента, то нейрохирург скажет, что самое главное – это функция спинного мозга, врач-вертебролог скажет, что самое главное – это сагитальный баланс, а онколог скажет, что самое главное – это локальный контроль системного опухолевого процесса. Вот в чем возникает проблема. Прогностические шкалы. Было много сказано, шкал очень много, как они работают. По мнению авторов они работают блестяще, по мнению других авторов не очень хорошо. А проблема в чем заключается? Что многие прогностические шкалы, которые были разработаны давно, они не проходили внешней валидизации. И поэтому результаты их использования на практике другими авторами не совсем корректно отражают суть. Но также результаты рандомизированных контролируемых исследований. Но, к сожалению, опираясь на результаты исследований, нельзя выбрать правильную тактику лечения, их надо принимать во внимание и проводить через призму того, что было уже сказано. Критерием выбора метода лечения пациентов с метастазовым позвоночником является общее состояние пациента, ожидаемое продолжительность жизни, наличие экстравертебральных метастазов и их количество, степень выраженности, динамика нарастания и длительность существования неврологического дефицита, характер проведенного ранее противоопухолевого лечения, чувствительность опухолевых химиогромонной лучевой терапии, также наличие и степень выраженности клинических проявлений сопутствующих заболеваний. О прогностических шкалах мы уже говорили, их очень много, каждый автор предлагает свой вариант решения проблемы, но, к сожалению, идеала пока нет. Какие же есть недостатки у всех этих шкал? Недостатки заключаются в том, что первые самые известные шкалы, которые были разработаны, первая версия, это Кухаш и Томита, объем группы обучающей выборки. Если мы обратимся к этим авторам, 64-67 пациентов. Но как можно определить прогноз у пациента, страдающего метастазами рака молочной железы, если в обучающей выборке было 7 пациентов? Это, по крайней мере, некорректно с математической и клинической точки зрения. Гетерогенность группы обучающей выборки. 5 пациентов с такой локализацией, 6 пациентов с такой, 10 с такой, по единичному случаю редких локализаций. В итоге прогноз глобальный для всей когорты пациентов с метастазами позвоночники. Использование шкалы разработано 20-30 лет в настоящее время. Об этом уже говорили. Ежегодно появляются новые препараты, меняются подходы к лечению, таргетная терапия и так далее, и так далее, и так далее. Использование ожидаемой продолжительности жизни в качестве ведущего критерия выбора метода лечения. Об этом хотел сказать отдельно, но некорректно говорить. Если наша главная задача – это улучшение качества жизни, почему мы тогда говорим об ожидаемой продолжительности жизни? И на каком основании, какое мы моральное право имеем отказывать пациенту в лечении, если мы посчитали, скажем, ну вот вы проживете 6 месяцев. Я скажу так, что у пациента с нестабильностью позвоночного столба на фоне метастатического поражения альтернативы хирургическому лечению нет, без способа фиксации. В итоге, отказывая пациенту, да, пусть он проживет 4 месяца, 5 месяцев, но без механического компонента болевого синдрома, это позволит его вертикализировать и даже с нижней параплегии улучшить качество его жизни, уход. Потому что каждый, кто сталкивался с таким пациентом, понимает, многие из них, они испытывают очень выраженный болевой синдром даже при попытке поворота в кровати. И вот на основании этого отказать лечение, с моей точки зрения, это некорректно. Следующий момент, на котором хотел бы остановиться, критерий выбора метода лечения, если мы говорим об ожидаемой продолжительности, это 3 или 6 месяцев. Кто-то говорит 3, а кто-то 6. Вот у меня возник такой вопрос. Почему 3 и 6, а не 2 и 4, либо 2 и 5 месяцев? Условно приняли, условно используем. Насколько это корректно? Это большой вопрос. Следующий момент, это сложная стратификация на группы в зависимости от прогноза. Каждый автор свою схему стратификации, по-разному ее называют, разный объем операции, количество используемых предикторов. С математической точки зрения, если говорить о создании шкалы прогноза, то корректнее говорить о том, что есть обучающая выборка. На основании обучающих формируются какие-то предиктивные факторы, а потом идет валидизация, внутренняя, внешняя валидизация. Только после этого мы можем говорить о предикторах. Целью нашего исследования было оценить точность прогноза ожидаемой продолжительной жизни у пациентов, которые были прооперированы по поводу метастатического поражения позвоночника. Использованы были три шкалы, томито-модифицированные Бауэры, пересмотренные Токухаши. Всего в исследовании было включено 100 пациентов, 68 мужчин, 32 женщины. Медиана возраста составила 58 лет. По локализации первичной опухоли доминировали пациенты, страдавшие раком почки 30, рак перестательной железы 13, рак легкого 12, рак молочной железы 11. Метастазы рака позвоночника из нестануального первичного очага 10, другие 24. Немножко сделаю ремарку. В Республике Беларусь есть канцер-регистр, и все онкологические пациенты, которые в нем содержатся, мы имеем информацию о дате начала лечения, о дате смерти пациента. Поэтому у всех из этих прооперированных пациентов было отслежено, ожидаемая продолжительность жизни и реальная продолжительность жизни по данным канцер-регистра. Цензурированных исследований в данной выборке не было. Ну, кратко, это предложенная томитная шкала, это шкала Баур, они все знают предложенные варианты лечения, и шкала Токухаши. Вот если говорить о шкале томита, что у нас получилось. По стратификации 37% имели прогноз, ожидаемая продолжительность жизни более двух лет. По нашим данным, точность прогноза оказалась 24%. Если говорить о той группе пациентов, которым предполагался объем операции дебалкинг, 23%. Полиативная декомпрессия 20%. А те пациенты, которым хирургическое лечение было не показано, их оказалось 30%, они прожили дольше, чем предполагалось исходно. Шкала Бауэра. Вот стратификации 3 группы пациентов, то же самое получается примерно. Если говорить о медиа невыживаемости, то 30%, которым хирургическое лечение вообще не было показано, в интерпретации автора прожили больше, чем было рекомендовано. Максимальная доля пациентов была с подгруппой Бау 2, 3, 4, это 40%. Соответственно, 28% и 29%. Шкала Токуха же также 3 подгруппы пациентов. Те пациенты, у которых ожидаемая продолжительность жизни по данной шкале была рассчитана, оказалось, что точность прогноза 65% пациентов. А те, у которых ожидаемая продолжительность жизни больше 12 месяцев, 54,5%. Если суммировать результаты, то что оказалось, такой маленький слайд, наиболее точно оказалась шкала Токуха же, но по нашим данным это 48%. 48% с точки зрения математической статистики это приближается к теории вероятности. 50% событие произойдет, либо не произойдет. Если говорить о ложноположительном и ложноотрицательном прогнозе, то прожили больше, чем было предсказано, максимальная доля таких пациентов была по шкале Токуха же, а прожили меньше, чем было предсказано, это шкала Баура. В заключение хотелось бы отметить, что все три шкала отличаются по нашим данным, это как вариант внешней валидизации, низкой точностью прогноза продолжительности жизни пациентов с метастазами в позвоночнике. Наилучшая точность прогноза была при использовании пересмотренной шкалы Токуха же, наилучшей шкалы Томито. Максимальная доля пациентов с ложноотрицательным прогнозом продолжительности жизни была при использовании пересмотренной шкалы Токуха же, а с ложно положительной модифицированной шкалы Баура. Для адекватного прогнозирования ожидаемой продолжительности жизни пациентов с метастазами в позвоночнике и определения тактики их лечения необходима разработка новой шкалы, позволяющей осуществлять прогнозы с большей степенью точности. С моей точки зрения, почему в данном случае мы не говорим о какой-то завершенности, потому что по материалам обработки литературных данных, потому что мы получили, можно поставить многоточие большое. Мне кажется, корректнее отказываться от группового прогноза. Нельзя говорить о том, что мы пролечили 300 пациентов разными локализацией, разрабатывая в единую шкалу. Это сложно. Для этого надо сотни тысяч пациентов с метастазами опухоли различной локализации. Разработка прогностических шкал для основных локализаций первичных, нозологические шкалы. Мне кажется, пока мы выходим на такой уровень, когда мы можем взять когорту пациентов, 100 пациентов, 200-300 с метастазами рака почки в позвоночнике, молочной железы, то есть наиболее те, которые часто встречаются, и разработать эту шкалу. Индивидуализация прогноза. Конечно, в идеале хотелось бы для каждого пациента создать универсальную шкалу, но с точки зрения математической обработки материала, это архисложная задача. И для того, чтобы эту шкалу разработать, надо иметь очень серьезный отдел биомедицинской статистики, либо очень серьезного знакомого математика, который поможет корректно с точки зрения математической обработки интерпретировать полученные данные, чтобы потом разработанная шкала прошла внешнюю валидизацию, и результаты ее соответствовали тому, что было в обучающей выборке пациентов. Конечно же, с моей точки зрения, мы должны говорить о персонификации лечения на основе персонификации прогноза. И для этого мы должны разработать шкалу, она может быть сложной, в ней может быть 10, 20, 30 предикторов, но степень точности должен быть выше. Почему? Потому что, говоря о онкологическом пациенте, потенциально на результаты лечения, как на ближайшие, отдаленные, могут влиять сотни факторов. Интерпретируя так, что вот мы посмотрели три фактора, о которых все говорят, и у нас получилась такая точность, с моей точки зрения не очень корректно. Спасибо за внимание. Я хочу сказать, что Александр Анатольевич такой камень забросил в спокойную воду, там, где уже не было спокойно, в общем-то, но назревает. Хорошо, большое спасибо за доклад. Насколько я понимаю, вы мягко подводите к тому, что шкалы, в общем-то, под большим сомнением. Спасибо, Игорь Михайлович, за вопрос, за ремарку. Я хотел сказать только, повторить слова Слава Камрадиновича. То, что было разработано 20-30 лет тому назад, нельзя как бы интерпретировать. Это как пример с автомобилем. Каждый год автомобиль становится более качественной, новые опции. И говорить о эволюции. Онкология – это наука, которая не стоит на месте. Соответственно, и шкалы надо подтягивать. И говоря о прогнозе, ну, с моей точки зрения, есть единицы шкал, которые были основаны на обработке более 1000 пациентов. Наверное, вот одна там шкала есть, 1852 пациента, которые были включены в анализ. Но в данном ключе – это информация для размышления. Мы должны стремиться к тому, что, говоря о прогнозе, четко иметь представление, почему именно прогноз такой. И жизнь покажет, насколько эти шкалы точно отражают действительность. Спасибо. Речь идет о саморазвивающейся шкале, судя по всему. Самодополняющейся. Речь идет о тех людях, которые занимаются лечением данной категории пациентов. И, конечно, вопрос дискутабельный. О стратификации на подгруппы и так далее. А время покажет, где была истина. Хорошо. Момент, Джавадович. Спасибо большое за доклад. Вот, мне кажется, вы из одного отделения, я так понимаю, да? И вот вы, какими вы шкалами пользуетесь в своей работе? Первый вопрос. Ну, а второй будет вытекать из того, что вы сказали. Спасибо большое, глубоко уважаемый Момент Джавадович. В настоящее время мы используем для принятия выбора метода лечения, вот там был интересный слайд, что помогает выбрать метод лечения. Все в совокупности. Для оценки нестабильности позвоню. Шкала СИНС. СИНС. Спайнестабильность необластик скал. Нет, онкологический прогноз. Вот в данной ситуации мы не используем в своей практике вот эти шкалы. Почему? Потому что ведется большая работа по разработке нозологических шкал и по разработке универсальной шкалы. Конечно, универсальной шкалы быть не может сейчас, ее просто нет. А вот касаясь того, что вы не пользуетесь шкалами, обратите внимание на демонстрационный материал ваш. Рак легкого, вы делаете корпоректомию, спонтилектомию, срозность у больного прогноз жизни менее 6 месяцев. В том числе вы делаете там ряд других моментов. Если вы этот материал пропустите через вот эти шкалы, вы увидите, что есть о чем подумать, в мое мнение. Спасибо большое за замечание. Но в данной ситуации, говоря о докладе Сергея Владимировича, мы хотели сделать акцент на другом. Если у пациента есть патологический перелом тела позвонка, передний стеноз, стандартом раньше было двухэтапное лечение. Задняя фиксация и передний спонтилект. Эндопротезирование позволяет обеспечить переднюю декомпрессию и переднюю реконструкцию без заднего этапа. И в данной ситуации у нас тоже было такое представление, пока мы не начали тесно работать с Сергеем Владимировичем, что это на самом деле очень высоко травматичная операция. Многие пациенты их переносят лучше, чем заднюю фиксацию, с меньшим риском осложнений. Поэтому, говоря о прогнозе, конечно, это большая работа и анализ результатов лечения сотен пациентов. Я думаю, что результаты в дальнейшем мы будем тоже показывать и делиться с вами, сколько мы работаем в одном направлении. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я врач-онколог, поэтому я заранее прошу прощения, если бы какая-то неточность в ортопедических терминах. Насколько я понимаю, помимо тех недостатков, которые вы указали у данных шкалов и у других, на продолжительность жизни часть факторов является ортопедический статус, наличие сдавления спинного мозга, допустим, или перелом. И от этого по баллам считается вероятная продолжительность жизни. После того, как вы пациентов оперируете, их ортопедический статус изменяется. Уходит с давления, появляется стабильность. Может быть, стоит пересчитать продолжительность жизни после операции с учетом изменения его ортопедического статуса, либо уже изначально считать его предполагаемую продолжительность жизни с учетом тех результатов, которые будут достигнуты во время операции. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, если говорить о математической обработке материала и показателях выживаемости, все зависит от того, какой мы отправной пункт берем для оценки длительности жизни пациента. Простой пример. У пациента метастаза рака молочной железы в позвоночнике. Он живет с ними два года, пока не развивается перелом и не возникают показания для операции. Если мы берем за критерий начало отсчета продолжительности жизни появления метастаза в позвоночнике, это одна ситуация. Мы же говорим о хирургическом компоненте. И здесь мы отсчет берем с момента операции по поводу метастаза в позвоночнике. Почему идет валидизация шкалы? Потому что эти шкалы были предложены для оценки тактики лечения. Соответственно, авторы предложили, вот у этой подгруппы пациентов продолжительность жизни такая. И было сравнено нами на самом деле соответствие. Если говорить о регрессионном анализе Кокса, то, конечно, потенциально влияют сотни факторов. И вот то, о чем мы говорили, и те, которые оценены в литературе, это только верхушка айсберга. Мы не используем молекулярно-генетические маркеры для определения данной шкалы. Мы не используем неврологический статус. Мы опять же возвращаемся к тому, с чего я начинал. Мы говорим о продолжительности жизни. И при этом все в литературе пишут, никакие методы лечения не влияют на продолжительность жизни пациента с метастазами. Почему? Пациент с метастазами – это пациент с метастатической формой, опухоли. И у него в скелете есть сотни тысяч стволовых клеток опухоли, которые сидят и ждут сигнала для реактивации опухолевого процесса, когда они выйдут в состоянии спячки. Александр Анатольевич, мы еще не все закончили программу. Я позволю, давайте еще один вопрос, потому что у нас впереди дискуссия, иначе мы у нас не получим. Один короткий комментарий. Александр Анатольевич, Вы сказали, что в ожидаемой шкале прогноза должно быть несколько, порядка двух, десятка факторов или еще сколько-то. Но, в принципе, мне кажется, мы с Вами все онкологи, и мы со шкалой или без, мы сможем понять, сколько пациент проживет, и не сделать лишнего, в чем основная цель. А вообще эти шкалы задуманы не для нас, не для онкологов, а больше для нейрохирургов и ортопедов. У нас было очень часто в нашей практике, когда приходили коллеги, говорили, мы соперировали метастаз рака. Мы говорим, какого рака? Он говорит, ну какого-то. То есть, и взять какие-то сложные факторы, молекулярно-генетические факторы, если их включить, половина их будет просто не включать в шкалу или не считать, и это сможет не сработать. Еще такой важный момент, который, я считаю, очень важен. Есть такое понятие, что мы прогнозируем, что пациент проживет два года или пациент проживет полгода. Но мы никто не знаем, я, например, для себя не ответил, эти полгода начались когда? Когда он к вам пришел? Или эти полгода начались за три месяца до поступления к вам, и ему осталось значительно меньше? И вот этот самый важный временной критерий, на который, мне кажется, ответить будет сложнее всего. Спасибо. Давайте оставим. Все-таки на обсуждение у нас есть... Спасибо, Александр Иванович. Спасибо.